Всем привет, друзья! Именно с аэропорта острова Тенерифа и начинается наш следующий выпуск по Канарским островам. И летим мы на остров Лансерот. Летим Канарей Флай вот на таком винтовом замечательном самолете. 50 минут полета, 130 евро, и мы на другом острове. Сразу в аэропорту мы решили арендовать машину. Во-первых, это удобнее. Да, дороже, но зато без всякого геморроя. Мы арендовали машину в Авторисен. Туда входит страховка. Почти все она покрывает. Буквально за 15 минут нам все оформили. На 10 дней стоило 377 евро. Но, еще какой плюс, мы будем 6 дней путешествовать именно по Лансероте, а потом переедем на пароме на остров Фуэрто-Вентура и там уже оставим машину. И это нам стоило дополнительных 34 евро. Ну вот, смотрите, все машины белые, а наша красная. Придумываем новое название для этой кроссовки. Большой ли тут багажник? Ну, слушайте, два чемодана наших заскочат сюда. Отлично, друзья, вперед! Ну, давайте заселяться. У нас номер 5 на втором этаже. Ё-моё! Так. Ого! Ну, нормально. Нормально. Это у нас кухня с правой стороны сразу. Здесь у нас, так скажем, уголок для гостей. Это ванна. Здесь нет кондиционера, поэтому нужно открывать окна. Ну, смотрите, у нас вид на вулканы и рядом как раз объездная дорога, будет удобно добираться до всяких достопримечательностей. Сюда мы приехали, кстати, на мой день рождения, хоть вы это смотрите уже в ноябре, но в октябре у меня был день рождения, поэтому вот, видите, специальное место для гостя. Возможно, кто-то приедет, а возможно и нет. Меня держат в каком-то секрете, никто ничего мне не говорит. Ну и давайте посмотрим вид и балкончик. Можно прямо здесь загорать. У нас есть, смотрите, внизу бассейн. Огромный, хороший, холодный бассейн. Соседи сверху снизу живут. Ну и вот такой у нас вид, кстати, недалеко до пляжа. Домики такие милые. Надо сейчас разложиться, немного выдохнуть и отправляться, я не знаю, или на пляж, или поесть. Но, скорее всего, поесть. Я сейчас записываю это видео, Серега не знает, что я его записываю. Хочу просто вам рассказать. Серега увидит это только на монтаже, когда будет делать этот выпуск. Короче, сейчас должен прилететь Сэм. Это, кто помнит, мы с ним вместе жили на Бали. Он прилетает на Серегину днюху и привезет подарок. Я заказала у него GoPro, потому что Серега хотел себе GoPro, и мы здесь не смогли ее купить. И, короче, он в Барселоне купил. И вот мы сейчас едем в аэропорт, и я Сереге сказала, что я просто заказала ему подарок, и мы едем, короче, забрать подарок. А на самом деле мы едем встречать Сэма и забирать подарок. Ну, и сразу вышли прогуляться вдоль нашей набережной. На самом деле мы вышли пожрать, но прогуляться тоже не мешает. Набережная у нас красивая. Мы живем буквально в 300, наверное, даже 200 метров от океана. И здесь классная набережная, здесь самолет садится. Мы что-то любим выбирать места возле аэропорта. Вон. Да, он самолет прям садится над пляжем. Получается, здесь уже на дроне не полетаешь, но и фиг бы с ним. Как раз мы пришли вот сюда, именно в этот ресторан Девон. Я по отзывам почитал, вроде здесь должно быть вкусно. Мы уже с вами попозже искупаемся на этом пляже, будем обозревать остров. Пока что надо просто влиться в ритм жизни острова, но вот так вот по первым впечатлениям он мне как-то понравился. Мне он нравится очень. Здесь как-то, не знаю, меньше людей, спокойно и свой какой-то вайп здесь есть. Вот тут прям чувствуешь, что ты на каком-то острове. Именно на курорте. Да, да, да. На Тенерифе такого ощущения ну не... Тенерифе все-таки он такой более активный, там больше людей, поэтому... Просто там много очень людей. И вот они вот везде и это какую-то такую... И это создает суету городскую вот такую. А здесь прям такое, знаешь, как будто ты в деревню приехал. Ну и остров гораздо меньше, чем Тенериф. И это вот, ну, я думаю, что это сказывается тоже в первую очередь. Все, давайте уже, ну... Здорово! Здорово! Привет! Привет! Катасен! Я говорю, ну что, столько кто-то прилетит. А он говорит, я тебе подарок заказал, там человек должен просто прилететь доставку. Типа, какую доставку? А потом, короче, ну ладно, это потом. Ну сейчас мы расскажем попозже, что потом. Так, мы уехали с нашего ужина, так скажем, потому что Валентина подготовила некий сюрприз. Вот, и сюрприз вы уже видели. А сейчас мы уже выпьем официально за встречу. Сэм, спасибо, что ты приехал, дорогой. Сэм! Вообще, это так круто, на самом деле. Друзья, делайте своим друзьям приятно, это вообще дорогого сказать. А главное сюрпризы. Там у нас, смотрите, закат, здесь у нас камни, океан, а здесь у нас, смотрите, просто пикничок. Блин, наш пикничок разваливается, ребят, вы что, ну тут ветреное, я вам хочу сказать. Давай, может, это, что-нибудь подложим туда. Ну, нормально. Так, все, берем бургеры, теперь будем чокаться бургерами. Давайте. Все, ребятки, спасибо, что со мной. За классные выходные. Ее, мы будем провожать закат, есть наши бургеры, наслаждаться вечером. Увидимся уже, давайте, завтра, потому что сегодня нам с Сэмом нужно пообщаться. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Всем доброе утро, у нас наступил следующий день, и сразу после завтрака мы отправились исследовать остров, и первое место на сегодня это пляж Плая Папагая, это один из самых красивых пляжей на юге острова Лансеротте. Будем сейчас загорать, купаться, у нас есть человек, который с нашими вещами может посидеть, и наоборот. Смотрите, какая водичка, блин, уже прям хочется искупнуться, да, никаких тебе волн, никаких волнорезов, все дикое, никакого обжитого берега, никаких кафешек, немного туристов, да мы просто в раю. Еще и Сэм с нами, человек прилетел из Риги, понимаете, летел с Латвии, потом в Барселону, с друзьями веселился три дня, и сейчас вот приехал к нам в гости. Так хочется в эту водичку забуриться. Да. На улице сейчас не так, чтобы жарко, что-то. Водичка, я тебе скажу. А сколько сейчас градусов именно воздуха, кто знает? 24-25, да? Ну, вода, значит, 20. Так, пошлите, потрогаем, потому что, если она холодная, то все. То мы купаться не будем, что ли, если она холодная? Я все равно буду купаться, да. Класс, прозрак хороший. Конечно, из-за того, что вода бликует, вам не так видно? Нормальная вода. Да? Так давайте прям недалеко, вот где-нибудь здесь и расположимся. Наш лагерь разбит, Валентина в прекрасной физической форме, секси-шпекси. Мы с Семеном в нашей лучшей форме. Как-то раконоливо было. О, да, теплая, капец. Смотрите, вот чтобы вы не думали, что это мы мерзляки. Семену тоже прохладно. Так на улице как бы не жарко просто. Ну что, хорошо, да? Бодрит, как парное молоко. А вы с меня ржете, что я как-то там не так захожу. Вот подтверждение, не я один такой. Так, а вообще сейчас рубрика веселые купания с бородатым Сережей. О, все, хит-косадка пошел. Валюха, давай, вторая, быстро. Оп. Вы психи. Я так быстро не могу лично. Зайка в карманах. Твою ж мать. Твою ж мать. Блин, хочется бегать, хочется бегать, чтобы не так замерзал. Блин, ну водичка класс, вообще прозрачная, песочек. Ой, класс, все. Класс, огонь, огонь. А опять будут писать, что ты неправильно крестишься, а это просто по католичеству. я католик я крещусь именно так понимаете все до свидания давайте будем чилить отдыхать на дроне летать этот пляж расположен в национальном парке вход сюда стоит 3 евро за машину и здесь не только один пляж здесь 5 пляжей все они по-своему уникальные красивые если у вас есть время вы можете посмотреть все вот они идут подряд раз-два-три-четыре я вижу и 5 наверное вот там вот видите три с той стороны вот с той стороны попагаю и где-то еще один здесь есть кафешка но она сейчас закрыта ресторанчика есть я вас обманул да но он пока не работает смотрите как на самом деле удобно сэмом путешествовать сэм носит стульчик и зонтик это не наши зонтик и стульчик это они были в наших апартаментах и это говорит о том что ну насколько люди заботятся вообще о своих туристах то есть у нас там реально есть все но кстати не было знаете чего порошка стирального поэтому сегодня с утра пришлось купить но все остальное в принципе есть апартаменты очень классные и мы вам тоже их рекомендуем оставим ссылочку на rnb и смотрите сколько стоит яхт и ребята на каяках видимо у них какие-то соревнования так здорово вот пляжик мы поднимлись немножко на view point и сейчас вот туда вот пойдем сэм ты тоже видео снимаешь а ты когда-нибудь его смонтируешь да я вижу вы посмотрите какая вода прозрачная я смотрю вниз и такое ощущение что там где-то полметра сэм становится он высокий метр восемьдесят чем-то и там глубина была около двух метров хотя визуально казалось что реально полметра и мы к сожалению не взяли с собой бокс для подводной съемки было много рыбок несмотря на то что кораллов вообще здесь нет атлантический океан он как бы холодные кораллов здесь нет но подводный мир здесь хороший и у на многих пляжах реально можно снорклить как хорошо что мы купили себе маски для снорклинга просто посмотрите это какой-то рай раз два три пляжа 4 и видимо вон за той горой 5 а сейчас моя любимая рубрика и пообедать мы вернулись к нам на район потому что мне нужно зарядить батарейки для дрона и вообще камеру зарядить поэтому мы вернулись к нам на район чтобы пообедать и обедать мы будем в китайском ресторане это вот наша набережная если помните и вот здесь есть chinese ресторан гритвол называется и мы уже все заказали и нам уже даже принесли у семена и какой-то суп кисель мы уже были в китае китайскую кухню в принципе любим но тут у нас какие-то необычные блюда вот ребра в каком-то соусе типа терияки сейчас попробуем да в общем у нас ребра спринг-роллы у семена суп повторюсь суп кисель да вот и нам еще должны что-то фрай драйс нам принести что мы заказали целый набор на двоих за 12 евро кстати не так дорого покажем что будет входить на вот по каждому сопринг-ролл и ребра принесли и будет еще три позиции или 4 даже вкусные ребра сладким каким-то таким соусом на терияки похоже но это не он вот ребята у меня ностальжи тот кто живет в минске знает какая вкусная еда в корейском ресторанах сайгон называется вот там примерно такой же соус используют и вот реально мне прям накрывает воспоминания и утки реально много это блюдо на двоих но мы реально что строим еще доедим это так еще не все принесли я думаю что это на троих нам еще принесли курицу в соусе на сковородке плюс рис с яйцом 3 мороженки в подарок нам мы в шоке мы уже и хотели чай оставить и помочь как можем потому что вот официантка она реально выходит на улицу ну и типа приглашает свой ресторан и кроме нас никто не зашел а мы зашли и остались в полном восторге поэтому точку на это заведение прям обязательно оставим в итоге какой насчет 26 это на персону 13 так короче ребят мы немножечко тут погорячились и это в чеке смотрим смотрите 13 евро это за человека то есть это как комплексный такой обед 13 евро человека соответственно получилось на наш на нас валюши 26 евро ну это уже это да прилично но все равно очень но все равно целая с собой да ребят у нас еще три бокса еды с собой поэтому это все равно в любом случае победа чем вообще известен остров лансироти тем что здесь выращивают определенные сорт винограда он называется мальвазия и растет виноград вот в таких вот лунках из черного песка это смотрится ну вообще настолько необычно мы сейчас едем по дороге вокруг нас с обеих сторон много-много лунок в них растет виноград и мы добрались до винодельни где можно продегустировать вино и кстати здесь разрешено за рулем 0 8 промилле поэтому сережа может выпить бокальчик вина и вообще полиция к ему не придираться ты видел хоть раз такое семена там же он погорел да прям на гору заходит много всяких виноделин и у каждого вот своя плантация этого винограда мы только с обедом и вот прям объелись прямо объелись и сразу сейчас вина ну прекрасно потом можно еще где-нибудь на пляже поспать еще жизнь удалась я идеально я я бы вообще просто жил бы на острове лансирот понимаете идеальный остров хрен с ним что здесь нету зелени и да но деревьев мало вот но зато можно хорошо вкусно поесть классные пляжи и продегустировать вино а можно и купить вина мы попадаем в рай как только заходим вот кстати начинается все с белого вина если я не ошибаюсь я пробовала такое вот мальвазия это сорт винограда вулканически сухое и стоит 8 евро бутылочка сейчас я себе возьму здесь есть также за 12 евро уже красное есть розовое тоже сухое есть вот такое вот за 12 не вижу что это но в общем можно выбрать уже себе то что нравится видите как красиво расставлены бутылочки и можно взять просто бокал вина продегустировать и я наверное также и сделаю возьму на пробу мы возьмем разное вино и который нам больше всего понравится мы его купим смотрите конечно атмосферно здесь такие бочки стоят вот вино уже сразу упаковано для того чтобы его перевозить ну и здесь помимо вина тоже продают какие-то продукты которые производятся на острове очень большой здесь ну не то чтобы очень но выбор сыров в принципе тоже есть соль ну что здесь тоже ее производят это вроде бы масло до кремики какие-то ну что ребят будет пробовать давайте возьмем просто разного давайте попробуем разный вина 3 бутылочки на дегустацию и две головки сыра пожалуйста сначала мы пробуем самое сухое это сухое валентина разбирается у нас вине поэтому сейчас она скажет свой вертик но мне просто понятно но как бы нормально или нет это вот вкусно то есть ты только может лечить вкусное вино или нет правильно нет но она сухое сухое и вкусно все отлично днем не отлично все до свидания валентина вы как эксперт умерли в моих глазах только что так теперь смотрите мое вино мы попробуем чуть позже у нашего семена это сладкая это полусладкая и она стоила тоже 3 евро да вот это классно вкусно подожди ты как эксперт говорит что это ну вкусное вино просто сладко как сок а как сок алкоголь еще подожди ты сам подожди не спеши а вот это вот чтобы вы понимали самое дорогое вино вот шотик такой из 100 грамм стоил 8 евро если каждое из этого вино стоило по 3 евро по три с половиной евро то вот этот вот божественный грааль для семена стоил целых 8 евро ну-ка давай пробуй и говори стоит ли он своих 8 евро желательно мне чуть-чуть оставить тоже попробовать она сладкая то есть хотя бы чуть-чуть алкоголь чувствовать все может более выдержанный может там крепенько но прям сразу так тепло стало так вот это семена больше чем сыграть больше всего тогда эти получается это понравится не знаю да то есть самое дорогое самое качественное на это ваши так друзья но я буду пробовать полу сухой я в в вине вы же понимаете эксперт знаете чем скажу во первых вино вкусное да но это как шампанское без газов вот у меня прям как шампанское без газа очень вкусно мне понравилось согласись нечем так сейчас попробую сухое делаю вид что я разбираюсь задумчиво надо думать ну если честно то полу сухой мне больше нас она вот это она немного кисловатая и не знаю вкуса как такового нету просто белое вино но но мое было которое первое пробовал гораздо лучше а теперь сэма сок не ну вино есть чувствуется вино но она да сладкая действительно и как будто знаете винчик разбавили яблочным соком каким-то в нашем случае виноградным ну и конечно же божественный грааль да должен быть свет появится и божественная музыка пахнет каким-то коньяком сэм предупреждать надо хорошо что нам дали закуску видеорешков я так-то за рулем ребят вот это вино я вам даже вкус не могу сказать это коньяк походу давай валюша нет ты попробуй должна сказать свое экспертное мнение пахнет вообще пахнет интересно да очень вкус такой то есть пахнет чем-то вкусным как будто это не алкоголь какой-то просто такой напиток медовый бульон говяжий обалденно пахнет такой прям крепленный это на самом деле больше коктейнина вино похоже на какой-то ликер но только не тягучий он реально очень выдержан может где не знаю алкоголя в нем прям очень много да семён поэтому надо сгонять за сыром и за хамоном к этому вину давайте ваше здоровье друзья мне моё вино больше всего понравилось ну и сама обстановка конечно прикольная приходят люди пробуют вино сразу здесь покупают и сыры и вино и и наслаждаются вечером сортом вина мальвази правильно сказал белиссимо я немножечко уже выпил поэтому я немножечко шалю тормознулись в дороге для того чтобы показать поближе как это выглядит здесь конечно они такие уже полу какие-то сдохшие немножечко но в любом случае смотрите вот эти вот ямки такие глубокие и вокруг все выложено вулканическими камнями ну вулканической породы это для того чтобы защитить виноград от ветра потому что здесь из сахары приходит очень сильный ветер смотрится очень круто ты когда кидываешь взором вообще окрестностей ты понимаешь что везде вот просто эти лунки это очень необычно а следующая наша остановка на сегодня это кислотное озеро которое расположено прямо возле океана вот так вот когда к нему подходишь просто вот он позади меня вообще кажется просто каким-то не знаю лужей какой-то но когда поднимаешь дрон то видно какого оно цвета здесь рядом есть два таких кислотных озера и чаргуверди переводится с испанского как зеленая лужа но она реально похожа на лужу а не на озеро второе озеро находится в запрещенном месте так сказать проверяю чтобы сережа закрыл машина раньше видимо здесь была дорога но ее закрыли поставили здесь знаки поставили фишечки но чё запрещающих знаков что идти сюда нельзя нет поэтому мы идем надеемся что нам ничего за это не будет вообще некоторые называют лансероте исландия в шортах потому что здесь какие-то невероятные крутые марсианские космические пейзажи вот сэм кстати он несколько раз был в исландии говорит что что-то даже есть особенно вот в этом месте где второе кислотное озеро и это озеро гораздо интереснее сюда тоже возят туристов но только на обзорную площадку сюда они не спускаются а мы нашли вот лазеечку и спустились ну и напоследок мы приехали почилить сказать этому дню спасибо за прекрасные виды за хорошие эмоции и вот он впереди пляж фламинго мы уже не стали брать не зонтики ничего просто идем купаться тут у нас закатик есть небольшая набережная пальма везде здесь уже более как-то зелено и вот он справа пляжик так сейчас у нас 6 20 и уже потихоньку даже бары сворачиваются подметают убирают убирают зонтики потому что туристы тоже потихоньку уходят людей становится все меньше а мы только сейчас идем плавать и проводить рубрику веселые купания с бородой сережки ого окажется утром она была теплее ну что валюшка давай ты первая эмоции твои ловим тепло ли тебе девица тепло ли тебе красная ну песочек кстати хороший мягенький желтенький кайфово набережная прям пальма 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 все красиво все классно но как обычная вода прохладную погнали валюша уже погло дальше небольшие камушки пошли ну чё поехали one to three как говорится не однозначно она была утром теплее что-то ну видимо тут еще бухта это такая с волнорезами видите они кубиков накидали волнорезы сделали и возможно может так вода здесь не так хорошо прогревается но по сути должно быть наоборот ну то есть обычно когда мелко прогревается но что-то что-то прям холодное прям честно честно холодное утром вот на пляже хотя этот пляж относительно недалеко то есть эти пляжи расположены рядом все возле одного курорта бланка хух здесь кстати большие отели как большие они здесь все в одном стиле здесь даже ту и блю отель а он сделан в таком же стиле острова лансирот и белые домики либо синими окошками и дверцами либо зелеными то есть два варианта очень классно реально у них дизайн код есть и мы вот юг сегодня и объездили так более или менее и почти все домики такие буквально мы один желтый встретил сэм идет купаться вода холоднющая просто леденюще зато выходишь хорошо ведь ветер обдувает прекрасно вывод по этому пляжу фламинго вроде визуально он такой неплохой песочек светлый но когда заходишь в воду сразу песок а дальше идут какие-то камни и какая-то зелень наверное за счет того что здесь очень такие большие волнорезы из камней вода мне кажется здесь застаивается она как будто бы реально там дальше зеленеет до водоросли какие-то ну в общем честно сказать не очень рекомендую этот пляж вот те пляжи которые мы показывали вам в начале выпуска вот это прям топчик лая попагая там пять штук можно хоть каждый день на разный пляж ездить до платный вход но мне кажется от этого стоит ну и водичка там конечно вообще просто божественная не зря считают эти пляжи самыми лучшими на юге острова лансироса а Субтитры подогнал «Симон»